Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. С наиболее значимыми событиями вас ознакомят мои коллеги и я, Белла Ахмедова. Здравствуйте. Итак, вначале, коротко о главном. Душили и смеялись за кадром. Как отреагировали компетентные органы на нашумевшее видео из психоневрологической больницы Махачкалы, узнаем в самом начале. Резко выросла цена на бензин. О причинах подорожания топлива расскажем в выпуске. Богоугодное мероприятие, проведенное с пользой и в удовольствии. О грандиозном вечере дуа, прошедшем Кизляре, расскажут наши корреспонденты. Душили и смеялись за кадром. В социальных сетях распространилось видео, где специалисты психоневрологической больницы в Махачкале издеваются над привязанным к кровати пациентом. На это тут же отреагировал региональный Минздрав. В частности, на место выехала руководитель ведомства Татьяна Беляева. По следам ее визита сотрудницы, которые снимали нашумевший ролик, уже уволены. Объявлены выговоры и замечания остальному персоналу, включая главного врача. На ситуацию отреагировал и глава Дагестана. Сергей Меликов потребовал наказать санитарок по всей строгости закона. В настоящее время материалы переданы в правоохранительные органы. Сергей Меликов побывал с рабочим визитом в Цумадинском районе. Начал глава Дагестана с осмотра социальных объектов, строящегося детсада и школы в селе Тинди. Далее глава региона в сопровождении экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова посетил многофункциональный спортивный комплекс имени Абдулманапа Нурмагомедова в селе Сельди, который возводится по инициативе семьи Нурмагомедовых. Здесь смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и желающие проводить досуг с пользой для здоровья. Одновременно в комплексе могут тренироваться около 100 человек. Торжественное открытие запланировано на следующий год. В последнее время в республике наметился рост стоимости бензина. Весь 2023 год цены на биржи исключительно растут, а Е-92 уже побил рекорд в 60 тысяч за одну тонну. Ситуация очень сложная сейчас, так как увеличились налоги на полезные ископаемые, это около где-то 70% составляет, и из-за этого повышаются цены на топливо на НПЗ. Также бывают всякие пошлины и сдержки в размере 2-3 рублей, и наши заправщики практически ничего не зарабатывают. Так мы как-то перебиваемся, поэтому хотелось бы попросить нашей правительства тоже как-то посодействовать в решении этих проблем. Эксперты считают, что основные причины изменения цен на бензин лежат в правительстве, так как именно Кабмина Республики определяет правила игры на топливном рынке, устанавливая размер налогов. Учебно-тренировочный полет авиации Росгвардии прошли над Каспийским морем в Махачкале. В течение пяти дней лётный состав отрабатывал спасательно-эвакуационные мероприятия с берега и другие практические навыки пилотирования над водой. Тщательная организация, погода позволяет выполнять данную подготовку лётного состава. И приятно, что морская гладь позволяет нам тоже это выполнять. Большой волны нету, погода всё соответствует. Считаю, достойная подготовка и тренировки для лётчика лётного состава, потому что поначалу лётчика смущает морская зыбь, так называемые морские волны. Но после определённого часа налётов уже становится всё нормально и спокойно выполняет поставленные задачи. Подводя итоги практических занятий, подполковник Олег Паксиватов подчеркнул, что все задачи, поставленные в ходе подготовки, были выполнены в полном объёме. Вечер Дуа, организованный Советом имамов города Кизляр и Кизлярского района, прошёл в главной мечети города, где собралось около 4 тысяч человек. Выступление богословов, исполнение нашидов и шоу аниматоров для детей. Мероприятие получилось насыщенным, а по завершению всех ждали сладкие угощения. Дай Аллах, чтобы в таких мероприятиях, чтобы часто проводить, чтобы мы часто встречались, вот такие, именно такие мероприятия сегодня необходимы для нас, для объединения. Наше тяжёлое время сильнее, чем Дуа, что есть на свете. Вечер в центральной мечети города также посетили представители Муфтияты Республики. Вот когда братство ослабевает, когда взаимопомощи в обществе не бывает, вот тогда и беды постигают это общество. Вот какая-то бала, какая-то беда, которая должна постигнуть какое-то общество, она говорит, между небом и землёй может сто лет находиться, она не постигнет этот джамат, это общество, пока у них есть братство, любовь и взаимопомощь. Как только у них появится разделение, как только у них ослабеет любовь, вот тогда этот бала, эта беда и постигает это общество. И к новостям спорта. Умар и Исаид Нурмагомедовы выбыли из состава участников турнира UFC в американском Нэшвилле. Дагестанские бойцы не проведут ранее запланированные поединки в ночь на 6 августа. Пока неизвестно, по какой причине вынужден был отказаться от участия в турнире Саид Нурмагомедов. Умар же выбыл из карда турнира из-за полученной травмы плеча. В скором времени ему предстоит операция. Махачкалинская «Динамо» проведет матч второго тура первой лиги против «Арсенала». Встреча команд пройдет 23 июля в гостях в Туле. В стартовом туре «Белоголубые» уступили на выезде московскому «Торпедо», а «Туляки» сыграли в ничью дома с дебютантом лиги «Питерским ленинградцам». На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. Приятных вам выходных и хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Продолжение следует...